У вас есть, да, каверзные такие вопросы. А сколько? А где? Откуда деньги? Советы молодым предпринимателям в любой момент даю вообще. Е. Вы про рубли сейчас ведь, да? Пишем. Итак, друзья, привет. Хочу представить вам Михаил. Он является представителем организации, у которой мы арендуем наше помещение в городе Нарфа-Минск. Приветствую, Михаил. Добрый день. Итак, первый вопрос. Чем вообще занимается ваша организация? Расскажи подробнее, пожалуйста. Наша организация занимается инвестициями, преимущественно в коммерческую недвижимость города Москвы и Московской области. Мы покупаем помещения, преимущественно, конечно, торговые и офисные, ну, как самые ликвидные. Как вообще находите эти помещения? То есть вот по дешевой цене, как можно найти дешево помещение выкупить? Может, например, у меня есть вот 2 миллиона, я хочу завтра найти, круто выкупить коммерческую недвижимость. Как мне это можно сделать? Какие-то секреты, может быть? Первый секрет, то, что за 2 миллиона, вы про рубли сейчас ведь, да? Это невозможно, за 2 миллиона рублей, но это будет, может, островок какой-то там в торговом центре, в мытищах даже не будет, наверное, да. Ну, а так, чтобы их найти, это определенные процедуры, давайте мы не будем рассказывать эти секреты. Все в правовом поле, ну, просто много работать надо, анализировать рынок, созваниваться, общаться и договариваться на определенных условиях. На данный момент сколько объектов всего есть, не секрет? На данный момент, знаете, очень-очень мало объектов, осталось порядка там 2-3 объектов, и то как бы, ну, просто сейчас не покупаем, потому что сейчас некоторая пауза, мы ждем некоторых положительных тенденций на рынке, чтобы зайти уже с нашим опытом, но в более интересное время. Дополнительные какие-то, может быть, виды заработка, помимо коммерческой недвижимости, еще может быть какие-то направления. Аспирантская стипендия считается? В продажах? Нет, дополнительных заработков, наверное, нет. Вот это основной вид деятельности. Ну, то есть, в принципе, стратегия такая, что покупаете дешевое помещение, отделываете его, находите арендатор и потом продаете. Правильно понимаю? Я бы так не сказал. Основная стратегия в том, чтобы купить недооцененный объект и завести туда арендаторов, которым будет подходить этот объект и получать ежемесячно стабильный доход. Но если нам поступает предложение о том, что вот мы давайте у вас купим за такую-то сумму, и нам эта сумма интересна, она нам сейчас нужна, в данный момент да, мы продаем. То есть, нет тут именно цели купить-продать, это не посредничество. А сколько максимально было недвижимости купить? Ну, то есть, самый вот пиковый момент, сколько самых больших объектов было? Если все-все-все брать, то это более 10 объектов различных. И дома, и земля, и квартиры, и коммерческая недвижимость. Там очень много всего накапливается иногда. А так вообще вот сейчас, так скажем, на рынке про предпринимательство бытует мнение, что там много бандитов, что там отжимают помещение. Есть ли такие, не про вас именно, а вообще ситуации на рынке, бывают ли такие проблемы какие-то, что кто-то где-то пришел и сказал, давайте, ребята, там. Нет, чтобы к нам кто-то пришел и сказал, ребят, пожалуйста, освободите помещение. Слава богу, такого нет. Спасибо правоохранительным органам и вообще порядку, которые вот с тех самых бандитских годов все-таки навели у нас какой-то порядок. Я считаю, что работа очень большая была проделана, и разница, если сравнить, что было и что есть сейчас, кто бы что ни говорил, она колоссальная. И это изменение в лучшую сторону, и никаких абсолютно нет сейчас вот трейдерских захватов, нет. Какая может быть самая там большая ошибка, либо какую недвижимость купили и так и не смогли найти арендатор на нее, и она вот такая неликвид, так сказать. Нет. Знаете, была не то, что даже ошибка, а, так скажем, недоработка. Мы купили помещение, там сидел арендатор 5 лет, и индексация довела его до точки, когда исключительно убыток был. И мы купили это помещение, и через 3 месяца нам сказали, что все, к сожалению, мы уезжаем. Ну как же так, мы начали искать арендатора, поняли, что ставка завышенная, но как-то чуть ниже, по чуть меньшим деньгам мы нашли арендатора, посадили его туда. Но параллельно мы начали продавать это помещение как пустое и как потенциальный арендный бизнес, и как-то так мы и арендатора нашли, и оно сразу ушло. Ну то есть больше интересно в момент продать, чем сдавать. Вообще какая вот... Всегда по-разному. Как расценить сумму, например, стоимость помещения, сколько это ставок арендных в месяц? Купить интересно за 48 месячных арендных ставок, это очень интересно, да. То есть это 25%, но это не чистые 25%, туда еще уходит налог на прибыль, туда еще входит налог на недвижимость, а вот 4 лет мы покупаем сразу. Если кто-то за 3 года хочет нам что-то продать, вот это буквально 2 недели, ну неделя, ввиду того, что нужно проверить и оформить сделку. А вообще на старте, так скажем, инвестиции откуда были привлечены стартовые капиталы, чтобы купить там первое помещение и как-то катализировать? Личные средства учредителя нашей компании, вот, накопленные в течение, там, сколько-то лет, не знаю, вот, личные средства учредителя это были. У вас, это, у вас есть, да, каверзные такие вопросы, а сколько, а где, откуда деньги? Самое интересное, как раз, цифры, как бы, нету видеть. Что касается помещения в Нарфаминце, которые, да, даже общий вопрос закончились, сколько им владеете, как купили, при каких обстоятельствах, может быть, цифры раскроете, за сколько купили? Давайте цифры не будем раскрывать, а то вы скажете, так, давайте посчитаем, давайте мы у вас его купим. Ну, не, ну, не миллион, конечно, что это, с чего мы начали, за такие деньги не покупается помещение, к сожалению. Мы его купили в декабре 2016 года, там, по факту, было очень много чего не было, в особенности стабильного арендного потока, и мы практически, я вам точно скажу, мы в феврале 2017 года поняли, что там должен быть батутный центр. Раз, их нет в Нарфаминске, два, эта тема сейчас на подъеме, всем очень нравится, это и досуг, и спорт, и все хорошо. И третье, то, что это большая площадка, которая, ввиду своей специфики, позволяет делать низкую арендную ставку для того метража, который там представлен для пользования. С вами мы общались, если я не ошибаюсь, где-то в марте наш сотрудник с вами общался, и вот летом вы перезвонили, сказали, что да, готовы заходить, мы там сразу остановили, хоть там и больше, так скажем, арендный поток мог состояться для нас, но нам было интересно уже запустить этот проект, потому что это помещение покупалось сразу как спортивная площадка, и поэтому вариант переделать его под ночной клуб, было возможно его переделать очень неплохой, под какую-то торговую площадку, а-ля рынок там или еще что-то, ну, это все имело место быть, но это не рассматривались такие варианты, потому что спорт нужно развивать, это важно, очень обрадовались вашему звонку, что вы готовы заходить, и любое содействие вам окажем. Для того, да, для того, чтобы как можно быстрее все это запустить, и в Нарафа-Минске появилась классная спортивная площадка, где мамы с детьми, где подростки, что самое важное, чтобы вот подростков туда побольше ходил, вот этих 9-11 класс, сложный период, сложнейший. С подростками вообще эта тема отдельная, потому что 9-11 класс это такой денег, что уже, ну, родители перестают давать деньги, а своих еще не зарабатывают, и даже если какие-то деньги появляются, начинают там тратить на пиво, ну, на какие-то такие плохие вещи, и на самом деле очень тяжело завлечь эту аудиторию, чтобы ей было интересно постоянно ходить. Ну, вот тут опять же, вот мы об этом рассуждали, тоже с партнерами потенциальными, вот они сказали, а вот почему не сводить девушку, например, на свидание в батутный клуб? Ну, сколько это, 600 рублей, или сколько это стоит на час там попрыгать на двоих? Ну, это насколько больше эмоций, чем там они сядут в кафе, там закажут суши на тысячу, и потом пиво пойдут пить во двор? Ну, это вообще несопоставимый выбор с эмоцией со стороны девушки. Я бы вот лучше в батутный клуб отвел сейчас. А как можно повлиять на снижение цены, на то, как выбить лучшие условия от арендодателя? Ну, то есть, как можно здесь, вот я, конечно, не понимаю, что не совсем в интересах, потому что… Нет, вот это вот вообще без проблем. Советы молодым предпринимателям в любой момент даю вообще. Все очень просто. Нужно, во-первых, не бояться на рынке недвижимости предлагать свои цены, свои возможности, потому что рынок по определенным обстоятельствам стоит, что называется. И любое предложение, оно имеет место быть. Нужно не бояться делать предложения. Делайте их, рекомендую, не в устной форме по телефону, а на фирменном бланке, красиво, там, с реквизитами. Просто пишешь, что вот компания такая-то, такая-то, или индивидуальный предприниматель такой-то, такой-то, физлицо такой-то, такой-то. Готов приобрести ваше помещение за такую-то сумму. Прошу рассмотреть вас эту возможность. Правильная последовательность. Не бояться делать предложения. Любое предложение имеет место быть. Второе, это нужно уметь работать с документами, то есть не на словах, а все нужно подтверждать письменно все свои намерения. И третье, деньги нужно, конечно, чтобы покупать. Что касается аренды, как выбить лучшие условия? Чтобы выбить для себя лучшие условия, нужно предстать как хороший арендатор. Нужно создать правильное первое впечатление о том, что выплатежеспособен, о том, что нужно правильно презентовать свой бизнес для того, чтобы собственник понимал, что да, это нужно, и, возможно, да, мне это нравится, я готов какие-то подвижки сделать, но потом сказать, что вот эти ребята вот у меня сидят. Что еще можно сделать? Упрашивать. Очень хорошо, да. Ну, в такой дипломатичной форме, правильной, нужно говорить, что ну вот у нас, ну, мы вот можем столько-то. Вот мы готовы сесть за столько-то сегодня. А за вашу сумму мы можем сесть только через год. Кто-то скажет, ну, садитесь через год. А кто-то скажет, ну, я подумаю. А кто-то просто сразу заложил вот это на торг. Практически все закладывают на торг. В половину? Это мое кредо. Не, ну, не в половину, конечно. Это сильно. Все равно есть тенденция рынка цена. Так все готовы торговаться. Вопрос в том, очень много вопросов. Покупка за наличные – один вопрос. Покупка за по безналу – это другой вопрос. Вот еще, тоже я не сказал, момент решает в недвижимости настолько много. Очень большую роль играет момент, в который вы делаете предложение. Мы все люди настроения, и ситуация все время меняется в бизнесе по тем или иным причинам у всех практически. Ну, и встреча тоже очень много решает. Звонок – это одно дело. Когда мы разговаривали с вами, было одно впечатление. Потом, когда мы переписывались с вами ВКонтакте, сложилось второе впечатление. И когда мы встретились, уже сложилось правильное впечатление о том, да, кто вы, кто мы. И, собственно, мы смогли сотрудничать. Ну, здорово. Ладно, все. Спасибо большое за информацию. Я думаю, в любом случае, это будет полезно тем, кто нас смотрит. Так хотелось бы вообще напоследок сказать, друзья, если арендуете помещение, обязательно дружите с своими арендаторами. Общайтесь с ними, выходите на диалог. Если есть какие-то вопросы, старайтесь их как-то урегулировать. Даже если там не хватает денег на аренду. Ну, разные бывают моменты. Поэтому главное – диалог и говорить об этом, а не бросать телефон и вести бизнес плохо и некрасиво. Этого, я думаю, не нужно как-то. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...